много новостей на ферме знаете однако случилась любовь впереди сезон готовим животных к лету а фермерский шопинг я знаю вы давно этого ждали и такая злая знаете у нас главная новость офигеете сейчас всем привет дорогие друзья вы на канале рыжего фермера и сегодня очень интересный блог будет но прежде чем мы начнем я хочу чтобы вы подписались на мой телеграм-канал вам не сложно мне очень приятно там всегда очень самые свежие новости я вас там все жду живое общение общаемся отвечаем на все вопросы и так далее приглашаю на сейчас мы плавненько перетекаем к новостям много новостей на ферме знаете однако начнем с птиц первое это наконец-то мы дождались вылупа у нас вылупилось прям очень много бройлеров это кстати бройлеры цыплятки которых я недавно вам показывала наверное в шотсе подросли и вот мои которых инкобировала я не еще мокроватые они вот у них идет вылуп кто-то сохнет кто-то еще не высох кто-то уже обсох испугались нас избежались в углы такие вот они коротышки активно кушают моим насыпали корма на газетку они наши содержатся на газетке чтоб тепло было вторая новость я просто сейчас так увидела ее в работе у меня появился цеху стиральная машина это очень классно это стирается грязная рабочая одежда это стирается попоны в общем все что можно стирать все что я не могу стирать дома все стирается вот здесь вот такая у нас машинка полуавтомат мы заказывали на маркетплейсах стоило в районе 15 тысяч рублей все ее очень хвалят полуавтомат и короче я очень-очень рада и собственно вот амуниция шмотки багетова шмотки сиренины томины все буду перестирывать в ней тут так сложно знаете уже давно требует стирки амуницию все разберем и даже приготовим место свое будет дочь выросла она уже конечно не такая но она уже достаточно взрослая посмотрите какая милашка стала леди вон она какая уже большой малышка но мамка не хочет видите говорит платный денег стоит снимать дочь у нас главная новость офигеете сейчас пойдемте последнее главное у меня появилась собак друзья успокойся мне надо поднять тебя я очень долго отнекивалась от собак просто я приношение готовых надо воспитывать с ним нужно проводить много времени но арина решила что собаки быть уговорила отца они протащили мне щенка и тут случилось любовь мы подготовили собаки вольер правда на место вольера у нас был должен был быть временный вольер мы лис в одну клетку сместили рекс его зовут должен был жить во второй клетке и в момент кстати когда мы переместили лис в одну клетку и замуровали стену вот эту через которую они бегали в общем надо было видеть лицо венома он пытался сбежать и просто всеми своими действиями показывала выпустите меня отсюда что он будет в клетке жить с василисой подготовили клетку приехал щенок и я такая ну давайте он денечек поживет дома ну хоть познакомимся да ну в общем прошла уже неделя знакомимся и я так полагаю что он выбрал меня уже своей хозяйкой а я собственно его выбрала своей собакой мы обменялись предложениями и теперь мы собакой хозяин и живем дома мы дрессируемся кстати ну-ка рекс давай-ка полежим молодец рекс ко мне сидеть сидеть умничка а кусается еще зараза конечно вот он уже он знает что после команды сидеть команда лежать нет так не пойдет дорогой мой давай еще ко мне сидеть 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 все уже не лезет лежать а теперь у нас плановые работы я накупила много сейчас товар сейчас будет там на этим а фермерский шоппинг вернее он уже случился я вам покажу что я купила заказывала всего впереди сезон готовим животных к лету и сезон как мы начали сезона не только убираемся до убираемся покупаем цыплят инкубация рассады так далее но и обязательно у нас идет глистогонки и вакцины и обработки различных животных стрижки подрезки копыт и так далее ну и вот начнем с малого с распаковки и так первое это мы закупили новую форму для мужиков для работников точно я просто не знаю как привык так называть рабочими и это не в плане что какая-то обидная фраза почему-то не постоянно хейтят за это слово рабочие типы знаете так это боярыня и меня свои рабочие а я ну типа в общем неважно или новую одежду и купили естественно два комплекта дойка и какие-то работы с луком вот разные халатики сейчас вас попросил давай не примерили дальше у нас идет альбен это противогельмитная для животных альбеном я выкармливаю всех лошадей лошадям я еще и даю конечно же есть специальные лошадиные пасты шприц шприцах они такие и в общем выдавливается но честно не от всех глистов как показывает практика они избавляют я вот глистогонила луну буквально перед отъездом ее в новое хозяйство то есть не прошло и месяца по сути большая часть глистов ушла да но когда я ее отправляла я увидела в кале глиста я такая смысле и недавно глистогонила и в итоге и повторно глистогонили альбеном для того чтобы все там вот что было вышло и вот это помогло поэтому сейчас своим я тоже заказала альбен сейчас будем глистогонить и и весной собственно идем всех куриц собак кошек баранов кос коров все у меня на альбене ну и конечно же как всегда чё-то багету я тоже заказала какое-то лекарство подкормку что-то еще он заказала анисовое фито желе для здоровья ему для лошадей такую бадью будем выпаивать перчатки одноразовые латексные очень люблю они хоть и написано что это одноразовые но мы используем их многоразово то есть у них зая просто очень люблю латексные перчатки работаю в них везде дойка уборка рассада все у меня с перчатками идем сохраняем ручки бережно ну и конечно же я знаю вы давно этого ждали я купила новую щетку обдиралку я бы я назвала бы даже какой-нибудь эпилятор для коров будем жопки и чистить вот эти вот штукенции и последнее это шапочки шапочки для дойки шапочки порог мы не закрываем в общем очень полезные штучки все это я купила на сумму около 5000 рублей но сэкономила на кэшбэке все потому что я уже давно использую дебетовую карту тинькофф black и получаю от 3 до 5000 кэшбэка каждый месяц а что такое кэшбэк кэшбэк это часть средств которые возвращаются на вашу карту тинькофф black после оплаты какой-либо покупки и возвращается он настоящими рублями так вы сможете экономить деньги с каждой покупки вы можете получать кэшбэке до 15 процентов за выбранное заранее категории трат и до 30 процентов за покупки по спецпредложениям которые можно найти в приложении банка я обожаю тинькофф банк за их оперативную службу поддержки если у вас случилась какая-то проблема сомнительные платежи деньги отправили не туда или еще какие-то да или у вас есть просто вопросы то вы можете либо написать в приложении банка либо позвонить по горячей линии и вам ответят всегда даже ночью и очень быстро решают проблему сама не раз обращалась это очень удобно так что оформляйте карту тинькофф black по ссылке в описании получаете кэшбэк за все и экономьте на покупках также весной что мы делаем разбираем территорию и убираем намываем ферму я здесь не показывал этот отрезок здесь было очень грязно много строительного мусора и в итоге все разобрали нам или полы постелили картон так как на улице еще слякоть чтобы грязь не нести на ферму все застелено картоном как только все высохнет вынесем картон и будет чисто так хоть язычком лежит пол это затея как я смеялась я всегда раньше мечтала на ферму ходить в носках но плане не там где животные живут а вот во всех помещениях и одно время я держала до ферма в такой частоте когда реально намывала полы прям укос в проходах и могла хоть босиком там ходить но конечно потом не задолбался для того чтобы дать таблетку коням и ослам я тру морковь в морковь высыпаю таблеточки и они с удовольствием эти таблетки поглощают никак иначе они есть таблетки естественно не будут теперь я их сейчас размалю и прям перемешаю с морковью и буду кормить отдельно багета отдельно сирену отдельно атоме вот так вот выглядит у нас наша вкуснота сирена кушает отлично ослы короче все сожрали багет выплюнул багету буду покупать что-то другое альбен жидкий значит залью я тебе все равно багет не уйдет от меня далеко я все равно напою его ты готов и давай бас ну хватит так себя вести очень сложно убьешь сейчас меня если никто с тобой не будет сюсюкаться вся просто этот жук навозный убежал а я такая злая знаете что у меня аж прям внутри вот белая мне все лицо белая давние операторы подсказывает и не хочу от меня хочет короче так и не только у меня вся вся обрыганная он знаете у багета глистов ну не знаю будут не будут сколько он выпил у меня походу . крестовки футы я щас кожи все впитается ладно идем дальше у нас еще многих надо глистогонь ты моя умничка вот все нормально сожрали все кроме багету мамам дай мне все нормально это подожди еще не все лисы леди почему у вас белый нос что вы нюхали чем этот занимаетесь короче я забыла еще одна посылка мне пришла я заказала себе это рашки для зубов не для моих для конских будем пилить доме задние зубы у него отросли и вот приедет ко мне подружка пилить коням зубы острые края вот такая штука как вам будем теперь животным стоматологом что я прогрелистогонила практически всех кошки собаки на прогрелистогоненные лис я им куплю сухой кой мокрый корм перемешаю с таблеткой с таблетками то что я прошу даже не знаю там затолкать в рот эти таблетки с кошками я не церемонюсь просто им пихаю дата с лисами сложновато вот и будет в принципе все готово я вся грязная пошла мыться поэтому с вами прощаюсь до новых видео всех целую обнимаю подписывайтесь